В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Видновская взрослая поликлиники возобновила свою работу школа диабета. Мы советуем пациентам один раз в год проходить школу с охраной диабетом. Почти 5000 детей в муниципалитете пойдут в новом учебном году в первый класс. Саша, нравится тебе форма? Ага! Даже да. Да. В Центре социального обслуживания Вера отметили День географа. День географа. Школа диабета возобновила свою работу в Видновской взрослой поликлинике. Два раза в неделю по понедельникам и средам опытные врачи-эндокринологи рассказывают о новых техниках исследований и современных препаратах. Учат правильно измерять уровень глюкозы и делать инъекции инсулина. А есть у вас пациенты, которых вы ведете десятки? Конечно, конечно. Люди же живут полноценной жизнью. Именно качественная и полноценная жизнь. А еще профилактика тяжелых осложнений и умения помочь самому себе в экстренной ситуации. В Видновской взрослой поликлинике открыла свои двери школа диабета. Это заболевание считается очень коварным и статистика по нему неутешительная. Количество пациентов, у которых впервые выявлен сахарный диабет, увеличивается ежегодно на 250-260 человек. Сегодня в районе на учете у нас состоят более 4 тысячи человек, страдающих с сахарным диабетом. На самом деле школа существует до счет 2004 года, но своего кабинета не было. Сейчас же выделено отдельное помещение. Плюс закупили современную технику, приборы, тренажеры, методическую литературу. Финансовую часть на себя взяла торгово-промышленная палата муниципалитета. Со временем пандемии отношение к врачам у нас очень сильно поменялось. Мы все стали понимать, что врачи для нас очень важны, как люди, которые занимаются нашим здоровьем. Но особенно когда речь заходит о детях, которые тоже болеют сахарным диабетом, в этом смысле вдвойне захотелось помочь. Первый урок в роли учеников – люди с сахарным диабетом. Диагноз с ними долгие годы. Казалось бы, они знают о диабете все, но медицина постоянно идет вперед. Лидия Жабина после перенесенного год назад коронавируса почувствовала сильное ухудшение. Очень увеличился сахар, никак не могу сбросить. До 9 дошел больше. И очень зрение упало сильно. И поэтому я пришла, думаю, что-нибудь новенькое может быть в связи с этим заболеванием ковидом. Какие-то есть способы лечения, другие, новые что-то. Врачи-эндокринологи отмечают, что на приеме не всегда хватает времени досконально все объяснить пациентам о болезни. И, конечно, для диабетика жизненно важно правильно и вовремя измерять уровень глюкозы в крови. Информация о сахарном диабете все время возобновляется. И появляются новые препараты, новые техники, инъекции и так далее. Поэтому мы советуем пациентам один раз в год проходить школу с сахарным диабетом. Занятия в школе сахарного диабета проводятся два раза в неделю по понедельникам и средам в 4 часа дня. Общий цикл 2,5 недели. Группы небольшие – 6-8 человек, так что без внимания никто не останется. Кроме того, в ближайших планах открытие подобных школ по кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, а также остеопорозу. До 1 сентября осталось две недели. Для юных видновчан и их родителей началась активная пора подготовки к новому учебному году. В 2022-м в Ленинском округе в первый раз пойдут в школу около пяти тысяч детей. Наша съемочная группа пообщалась с одной из семей будущей первоклассницы. Какой тяжелый. Первый школьный ранец Саши Хомяковой до отказа набит тетрадками, ручками, карандашами и другими канцелярскими принадлежностями. Вместе с мамой выбрали яркий пенал и наклейки с любимыми героями мультиков. Девочка уверена, к первому классу готова. Уже даже умеет читать по слогам. Психологи советуют, перед первым классом ребенку также следует запомнить основные геометрические фигуры и уметь вычитать и складывать числа в пределах десяти. Кроме того, первоклассник должен точно знать фамилию и имя, свои и родителей, а также домашний адрес. Мама Саша рассказывает, базовые знания получили еще в детском саду. Был кружок умка, они и читать, и писать. Я практически только помогала. Как бы садились, читали, а так вот все воспитательница на этих кружках преподавала и математику, и чтение. Важная составляющая подготовки к школе – выбор формы. Ольга Хомякова отправляет уже третьего ребенка в первый класс. По своему опыту знает, дочь быстро вырастет из новой одежды, поэтому приобрели минимальный набор. Форму купили. Спортивную форму тоже купили, кроссовки. А вот туфли еще предстоит нам купить. Вот на днях мы собираемся ехать за туфлями. Школьная форма двух видов – праздничная и повседневная. А рубашки под сарафан только хлопковые, чтобы ребенку было удобно. Саша, нравится тебе форма? Ага. Скажи «да». Чтобы Саше было комфортно и психологически, а адаптация прошла мягко, Ольга Хомякова выбрала Лопатинскую школу. Первоклассницу придется ежедневно возить из Расторгуева, но зато в ее параллели будут учиться уже знакомые ребята из детского сада. Опытная мама рассказывает, у ребенка начинается новый жизненный этап, а значит следует с ним как можно больше разговаривать, поддерживать, даже если учеба будет даваться нелегко, и показывать дочке, что ее любят, вне зависимости от оценок в дневнике. В Центре социального обслуживания «Вера» отметили День географа и дали старт новому клубу межнациональной дружбы. Получатели услуг подготовили красочные выступления в костюмах разных стран и угостили блюдами кухонь мира. На праздники побывала Юлия Погосьян. 18 августа в России свой профессиональный праздник отмечают географы. Цель мероприятия – привлечение новых талантливых специалистов для изучения просторов нашей необъятной страны. В Центре «Вера» это событие обойти стороной не смогли и организовали костюмированный праздник с концертом. С инициативой отметить День географа вышли сами завсегдатые центры. Такую возможность им предоставило руководство «Веры», которое первое в Московской области запустило программу открытого пространства, когда именно пенсионеры могут выступать организаторами различных мероприятий, кружков и клубов. Сегодня в День географа, 18 августа, у нас организовался клуб интернациональной дружбы. Клуб будет в дальнейшем развиваться, работаем над этим. И, конечно, это нужно. Люди приходят, объединяются, делятся своими пожеланиями, рассказывают про разные национальности. Это их объединяет, рассказывают историю, опять же кружки, опять же тот же цигун, Китай. Все это вместе, единство. Четыре команды, какая выпадет страна, решалась жеребьевкой. Россия, Куба, Китай и Индия. На подготовку участников было около двух недель. С костюмами помогли сотрудники Дворца культуры. Что-то находили и лишили сами. Разучивали стихи, песни, упорно репетировали. Когда я вытянула именно Россию, я, вы знаете, с облегчением вздохнула. Ну, это наша Родина. Она богата, ну, все леса, поля, реки, луга. Ну, это все наше российское. В итоге сегодня в Центре Вера получилось красочное мероприятие, объединяющее людей, страны, национальности и традиции. Великолепные выступления. Так интересно было все послушать. Замечательные постановки, традиции. Очень понравилось. Спасибо большое. Очень понравилось. В основном, конечно, больше Китай. Почему? Не знаю почему, но мне понравились они больше. Ну, а в завершении этого яркого представления, вот представители Кубы, правильно, Кубы представляете? Куба, Куба. Решили угостить всех гостей. Это что? Это чурос. Чурос. А расскажите, это национальное блюдо, да? Национальное блюдо, посыпанное сахарной пудрой. Оно, оказывается, русское национальное блюдо, но, однако же, сегодня вот такой вот получился дружба народа. Давайте попробуем. Да, да, да. И вам немножко. Великолепно. Ну, уже тут хвостики остались. Юлия Погосян, Александр Логинов, Виднет-ТВ. После перерыва на каникулы начал свою работу музыкальный кружок «Колорит». В нем занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. О планах на новый сезон узнал наш корреспондент Максим Козлов. Послушаем, у природы нет плохой погоды, у нас новая аранжировка. Пока руководитель кружка «Колорит» Олег Кондратюк рассказывает о планах на сегодняшнее занятие, его воспитанники заняты чаепитием, которое давно стало доброй традицией. Возраст участников кружка старше 18 лет. Вместе со взрослыми уже детьми в работе кружка участвуют и родители. Он вместе со мной на сцене, он делает те движения, которые надо делать. Ему трудно, но он старается, потому что он вместе с мамой выступает. Вот это очень важное качество, когда мы вместе, это помогает потом, кстати, и дома делать что-то вместе. Кружок «Колорит», созданный на базе клуба «Дорога в жизнь», уже полтора года работает в Центральной библиотеке Видного. Он призван наполнить музыкой жизнь людей с особенностями развития. Все такое осень, это небо. Короче, плачет. Этих людей по праву можно назвать настоящими артистами с различными концертными программами. Они уже активно выступают на праздничных мероприятиях в различных поселениях округа. Артисты собрались после небольшого перерыва и готовы к новым совершениям. Занятия длительностью пять часов по-прежнему будут проходить два раза в неделю, но их содержание в новом году изменится. Я думаю, что это будет скучнее, но я хочу сделать акцент все-таки на изучение именно музыкальной грамоты. Второе новшество, я хотел понемножку вводить музыкальные инструменты, понемножку. Кружок «Колорит» был открыт в Центре культуры, поселка-собхоза имени Ленина, но посещают его молодые люди с особенностями развития со всего Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Центральной библиотеке прошел сладкий художественный мастер-класс для детей, на котором вместо красок и цветных карандашей ребята рисовали шоколадом. На необычный урок пригласили нашу съемочную группу. Как рассказала руководитель клуба «Академия творчества» Анастасия Терно, первое занятие по рисованию шоколадом прошло с большим аншлагом, и по многочисленным просьбам мальчишек и девчонок было принято решение повторить вкусный мастер-класс. Самое главное в этом мастер-классе – успеть нарисовать, потому что обычный шоколад съедается до начала мастер-класса. Поэтому рисуем. Это интересно. Я очень рада, что у меня такой золотой сотрудник, потому что вообще у нас сформировался такой коллектив жизнерадостный и творческий, потому что мы свое творчество можем переносить на ребят. Вы спросите, почему у нас в библиотеке, казалось бы, взрослые детские мастер-классы. Это сделано не случайно, потому что все эти дети – будущие читатели взрослой библиотеки. Для того, чтобы создать сладкий шедевр, юным художникам потребовался молочный белый шоколад. Перед использованием его необходимо было растопить. Рисунок на листе бумаги с изображением котят в качестве трафарета и прозрачные файлы. Аккуратно ножичком вы пользуетесь, если он вам понадобится. Просто выливаем белый шоколад. Не кляксый, а вот так же аккуратненько. Лукман Гаджимурадов рассказывает, что труднее всего у него получались мелкие детали. Рисовать нужно было очень аккуратно. Но признался, что это один из самых интересных мастер-классов, которые он посещал в библиотеке. Я очень давно сюда хожу на мастер-классы, на другие конкурсы, просто в библиотеку почитать книги. Техника рисования шоколадом очень простая. Освоить ее под силу даже пятилетнему ребенку. Мне понравилось вот так вот по черным шоколад развести так. А что ты рисовала? Что это? У меня фоночка лапки. Многие участники мастер-класса все-таки не смогли удержаться от соблазна попробовать съедобный материал. Мне понравилось, что мы рисовали шоколадом и что этот шоколад можно есть. Во время занятий ребята подружились и много общались. В частности, на тему, кто какой предпочитает шоколад. Я люблю молочность. Я шоколад обожаю горький с фундуком. Кусочками из клубники и, наверное, карамельный шоколад. Все произведения шоколадного искусства были отправлены в холодильник. А через 15 минут ребята получили готовые картины, которыми можно было полакомиться. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.